Ушел купаться и не вернулся. Так, три недели назад закончил жизнь 55-летнего мужчины Замадышского района. Водолазы нашли его тело в Вятке в 20 метрах от берега. Он стал 31-м погибшим на воде человеком в этом году. Среди утонувших четыре рыбака. Причина, по слову спасателей, банальная. Отсутствие жилетов, опьянение и купание в неположенных местах. Необходимо проверить температуру воды, выбрать рельеф дна. Необходимо, чтобы рельеф дна был ровный, без ила, без посторонних предметов, без резких обрывов. Постепенно, не торопясь, заходить в воду, дабы избежать судорог. Сегодня первый жаркий день после долгих дождей. Конечно, самый лучший отдых у реки, озера или водоема. Однако, как говорят специалисты, место купания необходимо выбирать тщательно. Несмотря на внешнее благоустройство пляжей, игнорировать вот такие запрещающие знаки не стоит. Каждый второй несчастный случай на воде случается в запрещенных местах купания. За речью один из 30 оборудованных пляжей республики. Технически он прошел проверку, но купаться здесь нельзя. Поскольку качество воды оставляет желать лучшего, Роспотребнадзор, насколько известно, запретил купаться. Дополнительно установлен информирующий знак, поскольку мы находимся уже за границами территории пляжа. У нас уже, так скажем, резкие обрывы идут. Я не купаюсь сейчас, я просто брызгуюсь и все. А вот дети, несмотря на запрет, заходят в воду порой без присмотра взрослых. Отсутствие контроля – одна из причин трагедии. С начала этого года на воде погибли 4 ребенка. Подросток в Буинском районе утонул в искусственном водоеме. Его ноги свело судорогой. Другой 13-летний мальчик упался в запрещенном месте канала Заянской ГРС. По этой же причине погиб и 7-летний ребенок из села Эльбяково. А неделю назад мальчик в селе Татарские Суксы утонул, упав в воду с обрыва. Водеть нельзя, нельзя идти глубоко, нельзя прыгать с большого места. Однако, по словам специалистов, несчастных случаев в этом году вдвое меньше. Считают, это результат профилактики и штрафов. 550 человек в этом году привлекли к административной ответственности. Юлия Муратова, Альшат Мухаммедов, ТНВ, Казань.